Как выписать из квартиры человека без его присутствия? Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину нашей страны право на жилище. Важной гарантией конституционного права на жилище является недопустимость произвольного лишения этого самого жилища. Это означает, что выселение из жилого помещения возможно только в случаях, установленных законом или в судебном порядке. Другими словами, выселить жильца из квартиры без его согласия не так-то просто. Особенно, если у него имеется регистрация и нет другого жилья. Споров, касающихся раздела или продажи жилья, вселение, выселение граждан огромная масса. Основная причина этого – неосведомленность людей о своих правах. Очень часто случается так, что прописанный в квартире человек вообще не проживает по месту прописки и не оплачивает коммуналку. А владельцам жилья приходится исправно каждый месяц платить не только за себя, но и за того, кто по тем или иным причинам не живет вместе с ними. Но время идет, и то, что в вашей квартире прописан посторонний, начинает напрягать. Возникает вопрос, есть ли законные способы выписать из квартиры человека без его присутствия. Об этом я и расскажу в нашем сегодняшнем видеоролике. Смотрите до самого конца, чтобы не упустить важные нюансы. Ну а после просмотра поделитесь с нами обратной связью, вопросами, комментариями. Итак, поехали. Законодательная база. Процедура регистрации граждан по месту их проживания или пребывания осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения. Выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации от 25 июня 1993 года за номером 5242.1. В соответствии с нормами закона, в зависимости от основания, возможно снять с регистрации человека как в его присутствии, так и при наличии его письменного согласия. Ну, так и без его присутствия. Основания для снятия с регистрационного учета. Без причины выписать человека из квартиры не получится. Для этого есть специальные основания. Изменение места жительства. Прекращение права пользования жилым помещением. Ну, например, в случае систематического нарушения правил проживания. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Смерть или объявление решением суда умершим. Выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим право пользования жилым помещением. Ну, выявление факта фиктивной регистрации гражданина по месту жительства в жилом помещении, в котором этот гражданин зарегистрирован. Обнаружение несоответствующих действительности сведений или документов, послуживших основанием для регистрации. Ну, а также неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о регистрации. Кого выписать просто, так точно не удастся. Есть категория граждан, выписать которую в принудительном порядке без присутствия невозможно. Раньше к таким относились еще и несовершеннолетние дети. Однако, в последнее время ситуация кардинальным образом изменилась. Несовершеннолетних детей совершенно спокойно выписывают в никуда. Ну, при условии, что эти действия совершают их родители. Или, например, новый собственник квартиры. Некоторые органы отказываются выписывать детей в никуда, совершая таким образом должностное правонарушение, превышая свои права. Поэтому эта категория к невыписываемым уже не относится. Собственника или совладельца. Это именно тот человек, которого нельзя выселить из его собственной квартиры. Порядок снятия прописанного человека с учета без его согласия. Если человека выписывают принудительно, то основанием будет являться исключительно решение суда. Причин для этого может быть масса. Ну, например, просрочка по коммунальным платежам от полугода, нецелевое использование жилья, доведение состояния жилья до аварийного, общественно опасное поведение. Для того, чтобы выписать человека без его присутствия, собственнику необходимо обратиться в суд. Но для начала нужно следовать четкому плану. Шаг первый. Собрать доказательства, основания для отмены прописки. Видео или фотоматериалы, свидетельские показания, справки, выписки и так далее. Шаг второй. Составить грамотное исковое заявление, в котором следует указать информацию о квартире и требования о выселении. Помимо иска нужно собрать еще ряд бумаг. Паспорт, его копия, правоустанавливающие документы и так далее. Имейте в виду, что точный список остальных документов формируется исходя из вашей конкретной ситуации и наличия конкретных оснований для снятия ответчика с регистрационного учета. Шаг три. Оплатить государственную пошлину. Чека в оплате нужно приложить к обращению. Подать итоговый комплект документов в районный суд. Можно несколькими способами. Приехав в суд лично, подав иск и бумаги по почте, для этого надо оформить заказное письмо с обратным уведомлением и ожидать ответа о том, что исковое заявление принято. Подача документов в суд по доверенности. Ну, в таком случае потребуется предоставить нотариально заверенную доверенность и направить своего представителя в суд. Также это возможно сделать электронно через соответствующий электронный портал. Либо, как опять же, через своего представителя и лично. Четвертый шаг. Ожидание. Далее вы просто ждете, когда назначат дату процесса и участвуете в судебных заседаниях. Суде необходимо будет грамотно аргументировать свою правовую позицию и предоставить соответствующие доказательства. Ну, выселение через суд сложная юридическая процедура, в которой многие нюансы могут сыграть решающую роль. Поэтому настоятельно рекомендую вам обратиться к опытному юристу, который хотя бы проконсультирует вас по самым сложным вопросам. Составит исковое заявление, ну, если бы это потребуется, будет отстаивать ваши права в суде. Ну, у меня на сегодня все. Поделитесь эти видео с теми, кому оно может быть полезно. Если у вас остались вопросы или вы хотите обратиться за юридической помощью, обращайтесь в юридическую компанию Юрвиста. Наши юристы всегда готовы помочь вам найти эффективное правовое решение в любой ситуации. Контакты есть в описании к этому видео. До новых встреч!